Я часто слышу от участников на практике, что они где-то были до этого и, как правило, это вот такого плана курсы или тренинги или семинары, где человек путем мысли пытается формировать что-то позитивное, что-то лучшее, какую-то мечту, какую-то цель, за которую он пойдет. Потом он точно также пытается отпустить все прошлое, все негативные, обиды, боль, страхи, сжигает, там еще что-то куда-то спускает в унитаз и так далее и тому подобное. В основе всего этого, да, лежит любимая метафизическая такая карамелька о том, что якобы позитивные мысли, они определяют все. Но если посмотреть на реальность сейчас, как бы я матрично это скажу, то, видимо, вот позитивные мысли и привели к тому, что происходит сейчас в мире. Не будем даваться ни в какие политические моменты, то есть это уже показатель того, что вся эта конструкция, вся эта идеология, которая раздута на пустом месте, она, как говорится, трещит по швам. Так много людей, которые хотят счастья, а все заканчивается войной. И в этом есть, собственно, как говорится, ключ прозрения и инсайт. Дело не в мысли, потому что мысли это уже следствие. Дело в ощущении, в сущностном состоянии, в сущностной чистоте и ипостаси. То, что человек проскакивает, потому что он даже не ведает об этом и не ведает о том, что не ведает. И это печальная, как бы, частота спящести. То есть такой этап, где пробиться, как говорится, очень сложно. Человек пытается зацепиться за мысль, и якобы она куда-то его приведет. Но вот если посмотреть на эту конструкцию, когда человек заявляет что-то позитивное в его, говорится, понимании, в его надежде, я буду тем-то, у меня будет то-то, да, я счастлив, я привлекаю к себе там людей, деньги, дружбу, любовь, неважно, что там, достаток. Если сделать некий такой стоп-кадр, да, и технический срез этого состояния, то можно обнаружить, что когда человек это желает, во-первых, куда он уходит в этом желании, вот куда он выдвигается. Он выдвигается вперед за этой мыслью. Когда человек выдвигается вперед за своей идеей, за своей мыслью, за своей мечтой, за своими грезами, он оставляет какое-то место, какой-то момент, который ему не нравится, который его тревожит, будоражит, который делает его недовольтворенным. Что это за момент, что это за пространство, что это за ситуация? Он сбегает от собственной правды, от контакта с самим собой. Ему кажется, что если он будет как оловянный солдатик, как китайский болванчик повторять какие-то фразы, какие-то мантры, какие-то заученные афоризмы, или какие-то даже цитаты, которые человек просто будет культивировать с собой, это его как-то убережет. Нет, это показывает, что он настолько боится не говорить этого, не продумывать этого, что-то такое вылезет наружу, что его поглотит. И поэтому он судорожно начинает прятаться в провозглашении вот этих аффирмаций, каких-то цитат, каких-то мантр, чего угодно, вот этих списков желаний, которые он записывает и прячет под подушку или еще иногда даже их съедают. То есть вот этот абсурд, который творится в ментале, он творится только по неведению. Ключ не в мыслях, ключ в обнаружении контакта с самим собой. И это возможно только по моменту, только посредством голоса и только в наблюдении за собой со стороны. И никак иначе. Иначе человек уходит в персонажность. Персонажность подчиняется сценарию пьесы. Там никакой свободы воли и свободы выбора не существует и существовать не может. Человек, который будет слушаться со стороны, подумает, я перестану бежать, я обнаружу счастье. Нет, сначала надо обнаружить, что у человека за идея о счастье. Это вот как я недавно беседовала с одним участником, и мы говорили про абсолютную любовь. Абсолютная любовь существует у абсолюта. Вот он ответ. Человек должен ощутить себя абсолют. Не подумать, что он абсолют. Не представить и не предположить, а ощутить. И тогда ты можешь прикоснуться к тому, что называется абсолютная любовь. И никак иначе. То есть человек в погоне за какими-то грезами, он действительно предает самое себя. И он не замечает, насколько он боится, насколько ему плохо с самим собой. И дальше будет происходить такая кульминация, что грезы будут все дальше, а состояние паники, ужаса, тревожности, недовольства собой все больше. И все меньше что-то будет позволять человеку отвлекаться. То есть вовлекаться настолько, чтобы не замечать вот этих демонов, которые поднимают голову внутри. А демоны – это именно неведение о своей правде, предательство себя, неузнанность, то, как все это устроено. Человек не может провозглашать что-то позитивное, потому что он не замечает, что он делает это на базе погружения в негатив. Он пытается спрятаться от своих страхов. Потому что если человек знает, что он Миша, он не встает утром и не говорит «Привет всем, доброе утро, меня зовут Миша». Он это знает. Всегда человек говорит только то, что он не есть. Если он говорит «У меня будет счастье, у меня будет любовь, я привлекаю деньги», это значит всего этого у него нет. И по факту вот этого алгоритма закона притяжения будет воспроизводиться не то, что он думает и хочет, а то, что он есть на данный момент.